приветствую всех на своем канале меня зовут андрей ласкович компания гарант ремонт и сегодня я вам хочу рассказать о террасе с навесом пошли со мной итак друзья все что вы здесь видите изначально это было совсем все по-другому сделали мы здесь небольшую реконструкцию вот изначально здесь была небольшая терраса вот с таким вот небольшим полукругом вот а дальше была у нас узкая дорожка что мы сделали мы залили ленточный фундамент вот сделали здесь стяжку уложили песчаный камень вот песчаный камень с фугой по фуге у нас есть вопросы чуть попозже я вам о ней расскажу вот и оставляйте в комментариях как вы думаете почему у нас так произошло вот вернемся к нашим здесь у нас было изначально вход это был вход у нас баню который полностью мы заложили восстановили часть фасада полностью весь его перекрасили вот восстановили цокольный камень вот сделали здесь большое панорамное окно на самом деле оно очень большое наклеили здесь предупреждающий знак чтоб кто-то не зашел во внутрь вот пока и здесь была узкая дверь которую мы расширили как я уже говорил изначально было здесь все по-другому и навеса здесь вообще не было но заказчик пожелал чтобы здесь был навес чтобы можно было выйти из бани и спокойно здесь пообщаться и так я думаю многим будет интересно и из чего же все-таки состоит наш навес и наша терраса и хочу поделиться с вами небольшой технической информации как мы здесь все сделали как я и говорил по наружу мы доливали ленточный фундамент в который были у нас встроенные шпильки шпильки у нас были примерно 18-20 миллиметров в диаметре выпускали мы их примерно на 30 сантиметров в высоту для чего у нас были эти шпильки у нас по террасе идет порядка 7 столбов вот и каждый этот столб сейчас вам покажу он у нас был полый материал у нас сосна клееная из сухой клееной сосны мы делали вот такие вот столбы столбы сечением 145 миллиметров 14 с половиной сантиметров вот снизу у нас была здесь такая вот заглушка в которой мы вырезали отверстие которые мы в последующем вставляли шпильку нашу шпилька служила у нас опорой на ней у нас располагается площадка 10 на 10 сантиметров вот на эту площадку у нас устанавливался столб ну вот а во внутри столба на эту же площадку для армировки мы установили 10 на 10 сантиметров либо 100 на 100 миллиметров металлический столб для укрепления самой конструкции почему не делали из цельного дерева во первых от того что цель на дерево даже если он сухой и со временем она дефон деформируется у нас и его как-то ведет поэтому было принято решение сделать из клееного вот мы эту задачу реализовали вот дальше все вот эти вот поручни и так далее вот эти уже вещи сделаны у нас из цельной сухой сосны поручень был изготовлен из сосны толщина его четыре с половиной сантиметра по желанию заказчика был он немножко на закруглен с каждой стороны вот состарили моего и покрыли пропиткой и так как я уже говорил столбы у нас сечением 145 миллиметров точно также маурлат у нас на этих столбах располагается с одной и с другой стороны по наружной части высота от нашего пола до верха у нас 270 сантиметров по внутренней части у нас идет уклон и до верха у нас ровно три метра молот у нас 200 миллиметров шаг стропилин через 60 стропили у нас 150 на 50 сечением внутреннюю часть стропил мы опирали на наш маурлат который закреплен по наружу фасада и так вот у нас маурлат стропильные закреплены на него сам мурал как я говорил закреплен по наружу фасада делалось это таким образом что мы брали большое сверло 32-ку просверлились вовнутрь и шпильку 32-ку садили мы на хим анкера и на этой вот шпильки мы закрепили наш маурлат на большие шайбы вот делалось это для того что у нас две разные части у фасада одна у нас утеплена другая нас не утеплена и мы не могли спрятать наш маурлат по внутрь скажем так хотя бы часть его чтобы как-то зафиксировать вот но было принято решение сделать это вот таким вот образом то есть как я уже и говорил идет у нас шпилька дальше идет у нас шайба которая подпирает гайка вот дальше идет надевает у нас сам маурлат опять у нас идет большая шайба и все это закручивается у нас гайкой и получаем красивый вот такой вот крепеж вот мне кажется он не выбивается у общего стиля даже как-то придает ему свою особенность и так стропил у нас располагается с шагом 60 сантиметров и поверх стропили именно мы набили имитацию бруса и открасили ее в такой нежно-белый цвет вот почему не подбивали снизу для того чтобы не было у нас разрывов видно то есть между стропили можно было бы нарезать нашу имитацию на контур обрешетке все это дело закрепить вот но было возможно сделать так и мне кажется этот вариант выглядит намного красивей нежели мы сделали по-другому поскольку изначально террасы здесь вообще не было соответственно электричество здесь тоже не было соответственно мы запитались у нас из бани и поверху у нас между нашей обрешеткой мы кинули все провода и запитали все наши красивые фонарики которые висят на столбах и так что касается черепицы черепицы у нас здесь композитная вот то есть это металл сверху с определенной такой вот крошкой и естественно не обошлось у нас дело без ливневки ливневку мы делали на заказ без шовную заказчик пожелал чтобы у нас здесь вот за дверью расположилась дробница которую мы изготовили из профильной трубы 20 на 20 миллиметров с крышей с уклоном вот размеры у нас сто четыре сантиметра на глубину 80 высота у нас 250 как я говорил ранее у нас есть вопросы по фуге все естественно делалось по технологии соблюдался у нас правильный замес дозировка воды и самой сухой смеси вот после того как мы зафуговали изначально это выглядело вот так поэтому тугу будет фотография но когда материал стал высыхать он стал менять свой цвет и ладно бы он поменял бы как-то ну скажем так в двух цветах но их стало почему-то не знаю там оттенков очень много начинаем от светло-серого до темно-коричневого вот мышь вот здесь вот у нас видно светло-серый вот здесь у нас идет прям темно-темно-коричневый и вот здесь вот идет у нас уже светло-коричневый с переходным таким это дает она даже фиолетом вот по какой причине пока цвета я вам дать не могу вызывали мы уже технологов данного материала они приходили тоже сэм так разводили руками но мы решили этот момент переделать поскольку погода уже на улице нас меняется становится небольшие за арму заморозки мы решили это дело ставить до весны и весны весной механическим способом будем это дело все счищать вот и брать другую фугу другого производителя уже стран так который мы ранее работали вот и и будем исправлять данную ситуацию по фуге у нас есть вопросы чуть попозже я вам о ней расскажу вот и оставляйте в комментариях как вы думаете почему у нас так произошло и так сверху у нас песчаный камень уложен на цоколь было принято решение демонтировать старый камень и уложить сюда речную гальку изначально весь цоколь мы оштукатурили за армировали сеткой и только потом уже наверх укладывали наш песчаный камень и за фуговали его серой фугой мне кажется смотрится отлично на самом деле песчаный камень очень красиво смотрится и в интерьерах и снаружи где-то облицовка если вот но это очень сложная кропотлива работа многие на первый взгляд могут сказать что там пустяково дело но я вам скажу что мы очень сильно здесь намучились вот поскольку во первых у нас бы сделать было здесь солнечная сторона он даже не на то что мы делали здесь какую-то тень на вес все равно высыхание камня проходила так что он со временем все равно отслаивался у нас и приходилось очень часто это дело перекладывать и брали мы другой клей но от этой проблемы уйти так и не смогли вот то есть либо поздно вечером лучше это все делать когда не очень жарко чтобы равномерно было высыхание а так получалось что у нас камень сверху корочкой подсыхал вот внутри он был сырой и когда вот он славился было явно видно где у нас сырой остался участок то есть очень быстро иском так было пересыхание клея вот и одним из самых сложных моментов в работе по данному камню это вот у нас было радиусная подрезка по наружной части и изготовить ступени с зарезкой наружного угла то есть нужно было не только ровно и красиво зарезать но и подобрать рисунок и так друзья подведем итоги было у нас небольшая терраса без навеса было сделано у нас ленточный фундамент естественно всем это дело подсыпали сделали внимание стяжку с уклоном наружу для того что есть вода у нас будет попадать чтобы она у нас стекала по верху у нас лежит песчаный камень были перенесены входы в баню и забыл помет ранее было у нас сделано вот такая вот ступенька вот ступенька очень просто была сделана у нас из кирпича и облицована у нас песчаным нашим камнем ну естественно за резкой всех наружных углов и фугой дальше у нас идет наше ограждение со столбами материал сосна сечение уже ранее вам упоминал вот стропила навес имитация бруса и композитная черепица с ливневкой по наружной части друзья спасибо что досмотрели это видео до конца я надеюсь наша работа не оставит вас равнодушными оценивайте ее по достоинству ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и следите за информацией так как у нас будет продолжение по этому объекту и совсем скоро будет закончена у нас баня и мы с вами поделимся этим видео всем пока и